здравствуйте это третий и последний уровень легенды о звере который закончится битвой с боссом ну и без лишних слов давайте приступим немножко без головок и с этим здоровяком надо будет разобраться но это проще чем кажется несмотря на то что у нас ракетницы больше нет по объективным причинам просто стрейфимся по кругу и у нас никогда не заденет далее появится довольно много солдат возьмем немного пуль также пуль есть в дальнем углу сейчас возьмем буквально через несколько мгновений покажется что не так плохо контролируем эту толпу немного погодя и будут прибегать камиказы не то чтобы много но достаточно и мы тут уже переключимся на автомат было проще здесь будет довольно много солдат в принципе как и во всем этом дополнении но оно и понятно просто это уровни с сервисом альфа по большому счету ремиксованные переделанные но опять же неплохо соблюдается баланс учитывая какое оружие у нас есть и они не бросают прям все в вашу сторону когда у вас есть только там дробовик автомат и пара пистолетов я в пределах разумного выкида в какой-то момент должны прибежать еще один чувак остался это второй третий должен быть по другой стороне я уже слышу а сейчас мы все равно туда вернемся потому что я хочу вот здесь вот забрать ящик с пулями они нам могут пригодиться как раз таки и бы не нарежу когда они так делают когда практиковал вспоминал что за уровень пару раз быки меня это таким образом поймали но тем не менее надо пройти вокруг его вот этого и здесь можно вспомнить вавилонскую башню из Second Encounter потому что по сути сама вавилонская башня была ремейком вот этого уровня из альфы и вот неожиданность для него сделали ремейк снова этот более приближен к оригиналу но он очень похож на вавилонскую башню чем у него здоровяк здесь также ничего сложного просто немного танца с дробовиками и все будет в порядке далее несколько быков там ну вот опять они пытаются таким образом сделать то есть они обычно в оригинале было они бегут уворачиваешься они бегут какое-то время еще назад и потом разворачиваются в HD версии иногда они разворачиваются сразу же и бодает больно больно это при определенных обстоятельствах происходит как я понимаю но это иногда неожиданно мышечная память которая была галями наработана немножко дает сбой здесь сейчас появятся скелеты и они я так понял запрограммированы на то чтобы бежать по кругу всего этого двора кидать во снаряды раздражать и так далее поэтому я просто принимаю их здесь вдали мы видим биомеханоиду но он просто патрулирует влево вправо и он не несет угрозы абсолютно никакой поэтому можем спокойно уничтожить этих скелетов и двинуться уже дальше он пытается по нам стрелять но он ходит только влево вправо патрулирует так сказать свою область и как я уже сказал не представляет никакой угрозы то есть я могу буквально делать вот так далее я хочу взять здесь патроны которые почему-то в углах расположены я просто не понимаю их можно было не знаю вдоль дорожки здесь раскинуть это ничего бы ни на что бы не повлияло кроме как на время игрока ну ладно здесь тоже мы возьмем немножко патронов а наверху чувака надо снять я про него забываю иногда вот этот бэн мне нравится кстати он хорошо на мой взгляд сделан сбалансирован здесь будет появляться без головы различного толка быки и зумбулы хорошая комбинация вот 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 где-то еще зумбул застрял а вот не можно иногда подойти поближе например добить из дробовика подранив предварительно из автомата мне нравится так делать я не знаю почему наверное здесь когда у тебя ограниченный арсенал ты начинаешь как-то по-другому соображать строить какие-то стратегии чтобы или убивать быстрее или экономить боеприпасы на тех или иных вещах мне это нравится это интересное решение на самом-то деле то есть немножко иной взгляд на формулу серьезно следить за ними чтобы они так вот по грязному не играли не любят последнее время хороший бой действительно уклоняешь сконтролируешь толпу переключаешь оружие сдох здесь также скорпион зачем-то так двигаться надо туда но прежде чем мы туда зайдем нам нужно взять секрет который находится прямо здесь дергаем этот рычаг вся эта конструкция отъезжает чтобы мы могли взять еще патронов и броня если нужно далее здесь зал с колоннами мы проведем довольно внушительное количество времени основное население здесь это скелеты и биомехи а тут только скелеты и биомехи которые синие в основном патрулируют передорчики поэтому их приходится ловить скелеты себя здесь ведут также не очень предсказуемо ну все в принципе решабельно особенно когда у нас вновь появляется ракетница не менее биомехов сложно ловить потому что они иногда нужно наперед ракету стрелять на предугадывание и не всегда получается ну как эта комната устроена нам нужно вот туда за той статуэткой но еще есть по бокам другие комнаты в которые мы тоже можем зайти и нам даже нужно зайти чтобы забрать предметы и заспаунить врагов как вы можете слышать в каждой такой комнате лежат четыре предмета иногда с пятым здоровьем и ой и каждая эта комната призывает новых врагов так что при обычном прохождении сюда можно даже и не заходить если не нужны ресурсы но если нужно 100% убийств которые к счастью возможно на этом уровне то в эти комнаты войти надо и мы по порядочку все их посетим рекомендовал проходиться по всем предметам потому что я не совсем разбирался где именно триггеры находятся на каких предметах какие призывают и так далее поэтому хожу по всему не так должно быть все здесь же в комнате вот за этим светильником есть рычаг давай нажимайся пропускает вот звук и здесь мы можем найти много вкусняшек большая броню ракеты пули и так далее теперь уберем статуэтку которая нам необходима для прохождения уровня здесь будет две волны врагов здесь сейчас появятся биомехи несколько синих и один красный не передвигаюсь по странным паттернам обычно красный биомех по другому ходит ну ладно и выше здесь особо не разбегаться и оставить синего биомеха одного поближе к какой-нибудь из комнат например вот это его раз потому что когда мы уничтожим когда мы уничтожим последнего биомеха в этой волне появится новая еще и скелета к тому же а скелета в этом окружении ведут себя крайне непредсказуемо ой ой поэтому я им особо не доверяю я просто их встречаю здесь да то чё и и и Поймал Ну и опять же Проходим по Оставшимся двум комнаткам Так, где скелет? А вот он Ребята мешаются Мне кажется, красный биомех близко подходит Будет плохо, если у нас Зажмется в той комнате Мне кажется, ситуация начинает Немножко выходить из-под контроля А нет, все в порядке Отлично Пожалуй, в той комнате Вроде оставил броню Да Сберу ее На всякий случай Так Вот скелеты Вот Вот что я говорил Ну, вот что я имел ввиду Когда говорил Что я не веду себя непредсказуемо Ну так, наверное, даже интереснее Какой-то раздражает Ну и все Мы можем выходить Правда, там на выходе Нас было ждать Несколько скелетов Которых я обычно люблю Вот так вот Заранее добивать Так просто безопаснее Нам выстрелили дорожку И припасов Но прежде всего Мы немножко вернемся Потому что Ну, если у вас достаточно зоркий глаз Вы могли видеть Сердце Вот там вот И теперь Когда у нас есть ракета Мы можем его сбить Разумеется, это секрет Так В этом месте нам дают Достаточно много ракет И так же Когда мы пройдем Чуть дальше Нужно будет встречать Волна клиров Что я предлагаю сделать Это Собрать вот ракеты Которые можем И Собрать их более-менее В кучку Чтоб они бежали Более-менее скомканно И просто Поливать их ракетами Это гораздо эффективнее Чем Из автомата Каждого расстреливать На мой взгляд Ну и Пули нам еще понадобятся Этих подронков Можно и пулями добить Ну все еще много Далее наступают Безголовые При поддержке Синих биомехов Синих биомехов Здесь ничего сложного Это даже Немножко скучно Просто потому что Враги Очень-очень-очень-очень Постепенно Выходят Ты их чуть ли не по одному Расстреливаешь На благо Это не так долго Появляются Зумбулы Пару ракет Каждого Перед сном Проблема решена Люди же Марины Что ж ждут Здесь засада Из безголовых И куча биомехов И когда мы продвинемся чуть дальше Появятся снова Синие Роботы А также Вот здесь будет Наш старый знакомый Патрульный Который не представляет Никакой угрозы Теперь не представляет Еще больше угрозы Потому что у нас есть Ракетница И после того Как мы его убьем Начнется Дождь из мужиков Олевую Натурально дождь Смотрите Они приступают Оттуда Абсолютно Ничего сложного Здесь Даже немножко Скучно Абсолютно Абсолютно О да Итак Мы теперь Можем вернуться В Самой двор Берем здесь Опять По углам Раскиданные патроны Открываем дверь И быстро Расстреливаем Зумбула Все таки Быстрим Гаденыш Ну ладно Далее Приоритет Это быки Несмотря на то Что здесь Три биомеха Просто Ворачиваемся От ракеты И все В лучшем сценарии Ракеты Будут Убивать Быков Или еще Кого-нибудь Но быки Здесь представляют Большую угрозу Потому что Биомехи Особо К нам не приближаются А также Патрулируют Какие-то точки А быков Здесь достаточно Чтобы Они вас запинали Зумбал Появляется В какой-то Момент Непонятно Зачем Немного Скелетов Это достаточно Забываемый бой На самом-то деле Все, что я помню Это Когда сюда прихожу Это Убить быков Висел Остальное Как-то Само по себе Решается Ой-ой-ой Это Откуда Появился Я его даже Не слышал Точнее Услышал Но в последний Момент Уже Когда было Поздно Они еще Спаунятся Не закончили Странно Чувак А вот Они вот здесь Появляются Еще Я говорю Бой Забываемый Определись Какую Сторон Ты хочешь Пойти Пока Застрелим Вроде бы Все Нет Не все Возьму Он бы броню Который Чувак Охранил Не видно Его было Он даже Признаков жизни Не подавал Ну Ладно Так Как только Мы подойдем К этому строению Здесь появится Биомех И также Прибежит Куча скелетов Во-первых Мы будем Потихоньку Отстреливать Из автомата Когда они Соберутся В кучке Можно будет Я думаю Ракета Использовать Или даже Сейчас Хотя У нас Только Ракет Нам больше Не понадобится На этом уровне Даже Учитывая Что Здесь Бот Потому Что Забегая Вперед Плевал На Ваши Ракеты Ну Вот Кириды Все-таки Решили В этот раз По главной Дороге Пойти И все Жду Когда Они Отбегут Это Строение Видимо Не сегодня Да Тут Их Не видать Мне все-таки Нравится Эта Непредсказуемость На самом-то Деле Каждый раз Что-то Новенькое На полном Серьезе Без Сарказма Это Даже Интереснее Один Единственный Так Что По счетчику Да С счетчиком Все хорошо Именно Столько К этому Моменту И должно Быть Итак Здесь Здесь Может Тоже довольно Быстро Пойти Не так Тут Будут Скелеты Носиться Опять же По странным Паттернам Главное Держаться От них Подальше И Отстреливать Сдалека Потому что Иначе Они Очень Быстро Могут Передумать Валять Дурака И Просто Загрызу Этих Солдат Тоже Не надо Забывать На каждой Стороне И Их Огоньки Раздражают Потихоньку Отстреливаем Скелетов Некоторые Уже Начинают Догадываться Что Вообще То Надо Нас Убивать Эй Эй Ну ты Примерно Об этом Говорю Так Вроде Все в порядке Отлично Итак Мы конечно Немножко потеряли Но ничего страшного И прежде чем Мы зайдем сюда Я хочу Посетить Последний секрет Если помните В уровне Вавилонской башни Секоменкандр Была возможность Пройти по второму Кругу Округ башни За что Можно было Получить Много плюшек Заодно Получить По голове Здесь тоже Есть Небольшая Отсылочка К этому Что ли Можно зайти сюда Появятся Эти предметы Нужно быстро Взять И вернуться Обратно Да Иначе Двери эти Закроются Насовсем И Присобегать Снова Весь этот Путь Вокруг Если Не успели Но тем не менее Мы полностью Готовы к боссу И прежде чем Мы туда пойдем Нам Все на месте Просто Именно Когда Босс Будет Подержан Уровень Завершится Нас Просто Выкинет Главное Меню Не Показав Экран Статистики Поэтому Я наверное Еще раз Я покажу Прежде чем Мы зайдем Мы заходим В это строение Наконец Таки Полной Боевой Готовности Итак Прежде чем Мы поднимем Сюда Еще раз Глянем На статистику То есть Все убийства Кроме одного Это босс Все секреты Без сохранений Сложность Серьез Так как Была овещана Это последнее Убийство Это как раз Таки босс Поэтому Давайте уже С ним Познакомимся Это наш Второй Знакомый Хнум Привет Хнум Да Не теряю Времени И Бежим Нажимать Вот эти Переключатели Потому что Видите Ему Немножко Плевать На ракеты Немножко Отнимается Но Совсем Чуть Только Ракет Никогда У нас Не будет Поэтому Ой Это было Плохо Ну ладно А Суть 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 В том В том Что Бой С ним Работает Примерно Как С Укзаном Первым Сириусом Если Только По нему Стрелять Не обязательно То есть Мы Активируем Вот эти Вот Кнопки Нажали Четыре Штуки Их Надо Выстрелить Сюда И Когда Он Нанят Вот на этот Квадрат Выстрелить Вот по этой И его Будет Жарить Луч Отняв У него Приличное Количество Здоровья И нам Надо Повторить Этот Процесс От его Фаерболов Можно Легко Увернуться Самое Страшное Это Если Он Подает Вплотную Потому что Его Рукопашная Атака Категорически Больно Бьет Именно Поэтому Я Предпочитаю Тот Самый Секрет Дежавю С Сердцем И Красной Броней Брать Непосредственно Перед Ним Потому что С одной Стороны От него Довольно Легко Уворачиваться И Не Получать Но Иногда Неплохо Чтобы иметь Запасик Ну И Да Разумеется Нас Вымудят Сделать Это В третий Раз Просто Для Того Чтобы Побесить Потому что Он Почти Умер Почти Но Недостаточно Ау Иногда На моей памяти Случалось Так Что Ракеты Могут Его Обескуражить И Прерывать Его Стрельбу Но Правда Проще Увернуться Чем На это Рассчитывать Это Происходит С очень Некоторым Шансом Итак Ой-ей-ей Ой-ей-ей Только Не пинай Меня Встань На место Тай На место Отлично Ну Вот И Все Определенно Вот И Вся Легенда О Звере Вот И Весь Зверь А он Не Настолько Сложный Если Уделять Внимание Его Атакам И К тому Как Он Ходит Можно Вообще Безурвано Пройти Но Я Был Немножки Неуспешен Но Ничего Самое Главное Что Мы Это Все Дело Завершили И Я Не знаю Наверное По Всему Дополнению Скажу Оно Мне лично Оно Понравилось Несмотря На то Что Во Втором Уровне Сложно Было Получить Максимум Убийств Хотя Его Даже Не Все Но Тем Не Менее Вообще Впечатление Это Особо Не Повледило На Второй Уровень Немножко Затянут Но Мне Было Приятно В него Играть Это Как Вообще По Всему Этому Дополнению Я Слышал Некоторую Критику Я Даже Могу Понять Почему Она Происходит Потому Что Это Немножко Не Классическое Понимание ССМ То Есть Это Не Просто Большие Пушки Миллиарды Миллиарды Врагов Здесь Бои Гораздо Более Умные На мой Взгляд То Больше Больше Тактики Надо Продумывать У себя В голове Чтобы Особенно На Высобьях Орвенях Сложности Чтобы Без Проблем Проходить Какие Моменты Это Неплохой Комплект Уровней Я Считаю Что У него Стоит Сыграть Просто Для Общего Развития Просто Чтобы Понимать Что Это Да Ну На этом Все Спасибо За Просмотр И Всего Добрава